Здравствуйте! Мне очень приятно, что так много народу осталось меня послушать. И я надеюсь, что это не только меня послушать, а мы с вами будем вместе хорошо работать. Дело в том, что я работаю вот в этом университете БАДСПА только 4 года, а до этого я работала в другом университете, Бристолл Университет, который шестой в стране по уровню, по рамку. И я занималась как раз вопросами обучения, преподавания и так далее. И мы проводили регулярные семинары со всеми преподавателями в области экономики. Я экономист по образованию, да? И семинары как раз касались того, как вот проводить assessment, как вообще оценивать знания, навыки и так далее. И мы тоже знаем, что наши студенты будут задумываться перед тем, как идти, задумываются о том, какой диплом они получат. Я хотела начать вот с этой цитаты Льюиса Кэрролова, да? Знаменитый математик, с одной стороны, а с другой стороны, это автор Алиса в стране чудес. И вот, мне кажется, он описывает совершенно замечательную систему оценки, да? Значит, ученики учат все на память. И когда наступает время экзамена, они записывают это все. И экзаменатор восклицает, замечательно, какая глубина. Затем они сами становятся учителями, и в свою очередь, они тоже говорят те же, повторяют те же вещи опять. И опять их ученики записывают за ними и придают такие ответы. И экзаменатор их принимает. И никто не имеет никакой идеи о том, что вообще, о чем вообще идет речь. Вот это на самом деле описывает процесс оценки знаний, как он существовал долгие-долгие годы. И теперь мы сталкиваемся с тем, что до того, как мы вами будем разбирать, как assessment может помочь нам в выработке навыков и знаний, не только в их оценке, но именно в помощи студентам в их выработке, я бы хотела задать первый вопрос. Вот отношения, да? И отношения к оценке, к обучению, и какой это имеет вообще роль, да? Чтобы сфокусировать наше внимание на этом. Значит, я думаю, что и вы сталкивались с тем, что мнения преподавателей часто бывают противоречивые на эту тему. Многие повторяют, и это и в России, и в Англии, что студенты теперь другие пошли, да? Они больше интересуются своей социологизацией, там, общением, чем выполнением своих курсовых работ. Они не читают, они не ходят на лекции, они приходят на семинары неподготовленными, они только хотят, чтобы мы их кормили с ложечки, да? Вот это мнение, я бы сказала, очень большого количества преподавателей. И это, конечно, оказывает влияние на их отношения, да? Потому что они становятся демотивированы, они не могут мотивировать студентов, из них их как бы поднимать на обучение период. Они снижают планку, они понижают уровень прогрессии, да, студентов. И тем самым они влияют на то, как студенты, какие студенты смогут закончить образование, и какие студенты вообще останутся в системе, да? Поэтому, мне кажется, вот с самого начала, когда мы рассматриваем вопрос оценки, и... а как мы переводим фидбэк? Обратные связи. Да, ну, я думала, есть какой-то другой термин. Да, используются уже международные. Понятно. Так вот, роль оценки и обратной связи, какую они роль играют? В мотивации, да, студента. Студента и преподавателя. В то, как студент вовлечен вообще в предмет. То, насколько он челлендж, да? Как он, как бы считает, что это сложный предмет, или это простой, и тут все можно сделать. Как студент развивается, и как студент не уходит из университета. Вот, сталкивались вы с такими проблемами? И это одна из ключевых проблем в асессменте, да, в оценке. Потому что, если как мы построим асессмент, так он нас и... На то мы и настроим студента, в первую очередь. Вот, например, такой, понимаешь, простой пример. Вот недавно совсем я отвечаю за магистрские диссертации, да, в нашей бизнес-школе. И поменялся асессмент в предыдущем модуле. А предыдущий модуль был research methods, да, методы исследования. И их передали в школе педагогической. И в результате мои студенты по бизнесу и менеджменту, значит, должны писать proposal на свою диссертацию там. А у меня они должны просто писать диссертацию. Но это же невозможно. Мы же с вами прекрасно понимаем, что как я могу брать студентов и сразу направлять их на 60 credits, да, на огромное количество. То есть то, что их практически решает их судьбу. Не зная, что они собираются делать в этом предмете. То есть... И как я могу их на это мотивировать. Поэтому я ввела изменения. Я сделала... Вот они там сдавали свой proposal, а у меня они делали poster на свой proposal. Да? То есть я просто поменяла форму асессмента. И вот это то, с чем мы все время должны сталкиваться. Мы должны быть очень flexible, должны быть очень гибкими. И менять формы оценки в зависимости от того, какие цели мы ставим перед собой в этом предмете. Как мы хотим оценить. Что нам нужно оценить. И насколько это важно для последующего процесса. А можно вопрос? Да. А что есть разногласия? Вы отдельно фактически делаете? Те отдельно. Вы решили для себя это сделать? Да. У нас так же люди это не понимают, потому что если руководство решило так, то все. Уже ничего сделать нельзя. Поэтому мы хотим понять, если даже кто-то может в частной порядке это сделать. Как это подействует на результат? Что студент скажет, ну мне нам надо сдавать этот экзамен, а вы что-то придумали. И все это нам. То есть вот как будет это? Но каждый модуль может подавать на свое изменение. Небольший модуль модификации. И вот это на то, что я, когда мне, я вообще не собиралась преподавать это, ввести магистрский дизайн. Когда на меня это свалилось, я долго думала, что мне, я не могу их опять заставить сдавать мне пропоуз. Потому что они им уже там писали. И получится, что те давали одну оценку, а мы другую. Это невозможно. Поэтому нужно сделать что-то другое. И я, причина, почему я решила вообще делать эти постерс, да, для них, флакаты, чтобы они делали. Во-первых, очень важно, я не знаю, как у вас, у нас идет эта сплошная борьба с тугеом. И магистрские студенты, это, ну, просто сам плагиат, я бы сказала. Особенно, извините, китайские. Они не приучены к тому, что вот что-то вы должны ставить в кавычки, что вы должны указывать, из какого источника. И хотя мы им это объясняем, я буду об этом говорить. Но на самом деле они к этому не готовы. А плакат, как бы образ своей диссертации, это нужно немножко поменять подход. И тут уже плагиата быть не может. Правильно? Никто не сделает такой же плакат, или вы ниоткуда не возьмете плакат на свою тему. То есть вы должны его сами проработать. То есть плагиат, опять, он и с учетом тоже? Да, конечно, конечно. Вы практически предвосхищаете это и ваш эсэсмендакон. Да, я веду, вот я когда приняла этот модуль, у меня один из методов борьбы была борьба с плагиатами. От чего я должна избавиться? Я должна их научить, кроме того, что мысли представляют и так далее, я должна их научить понять, что они ответственны за это. И они должны, вы знаете, когда я вела этот семинар по тому, как рисовать плакат, это было замечательно совершенно. Потому что вот мои эти китайские студенты, они никак не понимали, что я от них хочу. И я им говорю, ну вот представь, вот о чем вы будете писать. Вот там кто-то, не знаю, машина, зеленые, там, green energy, да, зеленые энергии, там, тут и все. И потом я вижу, что она, китайская студентка, думала, думала. И потом стала рисовать медведь. Я уже подхожу к ней и смотрю. Она рисует медведя, медвежонка, игрушку. Без лапы, без одной лапы. И внизу подпись «Made in China». Все. Понимаете, вот этот образ, он все высказал. То есть качество продукции, поступаемое из Китая. И на этом, то есть, понимаете, вот сформулировать образно, это как бы затрагивает другую половину мозга. И позволяет студенту, ну, увидеть себя, увидеть свою тему под другим углом. И вот это очень-очень важно. Потому что, как мы уже здесь говорили, вот как раз Коммен был на эту тему. Мы учим студента не для какой-то одной работы. Правильно? Мы его учим для жизни. Чтобы он мог учиться, учиться и учиться. Потому что всю жизнь теперь ему предстоит учиться. Так? И то, как он может reflect, как он может задумываться о том, как он учит, да? Что ему помогает учить? Что ему мешает учить? Это очень важный момент. И без этого, если мы не учитываем это в ассоциативе, да? Значит, мы ему не посылаем сигнал, что это для нас важно. Потому что студент, я не знаю, как у вас, а в Англии студент, но большинство студентов. Я не скажу, что все есть, конечно, замечательные. Но учатся ради оценки, да? Чтобы получить замечательный диплом первой степени и по окончанию. И вот на этой первой степени это все зависит на оценку. Значит, ему не важно, что он будет сдавать. Ему важно получить хороший оценку. И если вы начинаете проводить ассэсмент и не делаете, то есть вот будете только его там помогать, не помогать, не будете вводить ассэсмент в предмет, он не будет учиться. Практически большинство не будет. Вот опять же, я только что заменила, это было предложение экстернл экзаменов, внешних экзаменаторов, что я в своем предмете, экономика, слишком много студентов ассэс, да? Что у меня на 20 кредитов 3 ассэсмента. Экстернл экзамена сказали, нет, нельзя, внешние экзаменаторы сказали, нет, 20 кредитов должно быть не больше 2 ассэсмента. Я сказала, хорошо, тогда я отменяю групповую презентацию, групповую работу. И что вы думаете? Вот сейчас я уговариваю студентов. Мои прошлые студенты говорили, что это им было страшно интересно, что они привыкали работать в группах и так далее. А этих, все, если я за это не ставлю оценку, зачем? Ну наши студенты тоже так, по-своему мы злились. Конечно мы все злились. Преподаватели у нас все хотят иметь экзамен, для того, чтобы хотя бы оценить. И если экзамен есть, то предмет важный, если нет экзамена, то предмет не важный. Вопросы эффективности ассэсмента. Что мы ассэсмент делаем, для чего? Ассэсмент for learning. Ассэсмент значит оценка для знаний и оценка знаний. Как бы два разных типа ассэсмента. Один называется formative, формальный, а другой summative, как бы суммирующий. Меня очень веселило, когда я студентов педагогических спросила на защите. Ну мы сидим друг у друга, да? Я спросила, а вот что такое summative ассэсмент? Мы сказали, ну как что? Тот, который летом. Так что у студентов часто мы даже не знаем, что они имеют в виду. Что, как они нас понимают, когда мы им говорим, что мы их оценим. Так вот для чего нам нужен самутив, да? Суммарный. Для того, чтобы мы могли мониторить их, их прогресс, да? Как они развиваются, чтобы у нас была эта обратная связь по поводу прогресса студентов. Кроме того, мы должны предоставлять свидетельство того, что студенты выполняют поставленные перед ними вот эти learning outcomes, да? То есть то, что они вот это все понимают. То, что мы хотели их научить. Кроме того, это позволяет validate, да? Вот как бы на вас на валиде. Да. На основе есть слово. Validity, да. Стандарты их деятельности. И она позволяет, в то же время, ассэсмент этот позволяет выявить, где нужна большая поддержка студентов, да? Выявить, какие проблемы есть в данном модуле, предположим. И он дает большой вот этот фидбэк, да? Обратную связь вообще по вопросам обучения и преподавания. Значит, какие формы? Формы оценки. Как мы их пооцениваем, да? Ну, вот сейчас у вас будет тут большой список. 24, да? Мы насчитали, когда считались. То есть, наверное, есть еще другие. Но я беру... Вот это те, которые используются, в основном используются в Англии. Значит, экзамен, который проводится без учебников. То есть и вопросы они не знают. Они его не знают, но могут приносить с собой книжки, записи и так далее. Они не знают, но могут принести учебник. Они знают вопросы, но при этом не могут использовать учебник. И так далее. То есть методов очень много, на самом деле. И мы должны выбирать в зависимости от того, что мы хотим оценить. Если мы хотим оценить способность студента мыслить, то какая нам разница, будет учебник или нет? Да ради бога, пусть он его принесет. Зачем ему зубрить эти формулы? Не нужно. Всегда он найдет эти формулы. Но вот способность... Так мы и должны ставить эти вопросы, чтобы они проверяли способность студента мыслить. А не просто автоматически писать какой-то ответ или считать какую-то задачу. Очень много сейчас внимания уделяется. И опять же, это как результат пожеланий работодателей. Это групповые проекты. И работа студентов в группу. И наши любимые проблемы. Я не знаю, как у вас. У нас все студенты, ну почти все, жалуются. Вот такой-то ничего не делает. Вот такой-то не пишет, не приносит. Вот я одна за всех работаю. А почему я должна получать ответственность, как все? А они не вкладываются. Вот это самые стандартные такие приемы, да? И самые стандартные ответы, которые мы слышим от студентов. И с этим существуют разные подходы, как оценивать вообще групповые проекты. Потому что сначала мы предлагаем... Я заодно как бы являюсь этим... Тот, кто проверяет, ну внутренний проверяющий, да? Курсов по creative enterprise. И мне кажется, это не совсем правильная постановка. Потому что студент может об этом подумать через какое-то время, правильно? Вот сейчас, прямо в конце работы. Значит, если он что-то упустил, уже его за это можно снижать, правильно? Мало, что он потом подумает. Вот ты потом подумай. И когда мне студент... Мы до этого подойдем, как важно студенту вовремя давать маркинг-критерия, да? По которому мы его оцениваем. Значит, вопрос такой. Вопрос к вам. Какие методы оценивки вы используете и почему? Какие вы используете? Методы опроса, например. Да. Письменные разводы. Ну, что-то практически сделать, смотря какая у нас тема. Задачи. Решение вопросов. И так далее. Обсуждения. Групповые ответы. Взаимные решения. Взаимные. И так далее. А вот... Презентации. Презентации. Эссета. Отфолиум. Может быть. Мибритар. А почему вы выбираете эти методы оценивки? Чтобы понять, как они ускорили их. Ну, а что для вас важно? Вот они должны проверить, как они ускорили вот эти знания, ауткарты, да? Да. Вот это лезвие. Которые включают в себя там и навыки, и знания, и все вместе, да? И обычно в этом вот большая проблема, потому что проверить навыки – это одно, а проверить знания – это вроде как другое, да? Значит, и главное – суметь их вместе сложить. Это application, да? Как мы прикладываем вот эти знания, это уже должно проявлять наши навыки, да? Какие могут быть последствия для студентов и последствия для преподавателей при этом выборе. Так, вот теперь у вас у всех или у большинства есть такая форма, да? Форма первая. Вот посмотрите на нее. Там, значит, идут методы, которые вы сейчас используете, методы, которые вы можете использовать, и методы, которые вы никогда бы не используете, да? И указать, как бы, цель, какие есть, могут быть последствия негативные, там, или, по-навороку, позитивные для студентов, и последствия негативные, позитивные для преподавателей. Да? Вот возьмите, пожалуйста, эту формочку, и мне бы очень хотелось, чтобы вы сейчас что-то, кто-то написали и поговорили с соседом. О том, как, значит, метод, цели и последствия, да? Последствия для студентов и последствия для преподавателей. Почему нужно рассматривать не только последствия для студентов, но последствия для преподавателей? Например, мы все знаем, что самое замечательное было бы, может быть, разговор преподавателей со студентами и преподаватели оценировали их. Но, к сожалению, мы сейчас находимся во время массового образования, и это практически невозможно. У меня 250 студентов. Чтобы я с каждым села и полчаса поговорила, я просто не имею такой возможности, да? Поэтому, например, метод вот устной оценки, индивидуальной, он будет иметь большие негативные последствия с точки зрения использования времени, да? Затрат времени. Кроме того, если это устный ответ, да? То у нас есть такие правила, как на презентации, на устные экзамены и так далее, мы должны обязательно вести видеосъемку, потому что вы должны эту видеосъемку представлять для внешних экзаменаторов, когда они приходят нас проверять, с тем, чтобы они тоже могли посмотреть, насколько мы верно оценили. И, короче, вот это трудозатраты возрастают во много-много раз. К тому же университеты должны хранить вот все эти массы видео 6 лет. И это не хватит вообще никаких этих проблоков для такого бесконечного оценивания. То есть, вот что бы я хотела, чтобы вы сейчас написали и как бы с соседом обсудили, какие методы вы сейчас используете, с какой целью, да? Какие есть последствия для студентов и последствия для преподавателей. Потом, следующие там идут методы, которые вы не используете, по-моему, да? Которые вы можете использовать и методы, которые вы не собираетесь никогда использовать. Главное, чтобы вы вот с соседом подсудили, чтобы если у вас похожие, одинаковые или наоборот противоположные методы исследователи, оценки, и почему вы их выбрали? Мы как преподаватели, мы находимся в таких жестких рамках, да? То есть, с одной стороны, мы должны оценивать студента, помогать ему развиваться дальше с помощью этой оценки, чтобы она его стимулировала, чтобы она его, как бы, придавала ему движение. И тогда вот этот вопрос по фидбэке, об обратной связи от преподавателя, он становится особенно актуальным. Вот сейчас мы это разберем и перейдем тогда. Вы знаете, у нас теперь, слава тебе, господи, раньше да, мы отмечали. А теперь у нас они карточки, как вы предлагаете, да? И все. Ну, это имеет тоже свою дробь, потому что я вот сижу, я не знаю, кто такой сидит перед нами. Мы сейчас скажем. Нет, нет, я не могу. А мы приходим? Я имею в виду студенты, когда ко мне приходят на группу, я не знаю, у меня нету списка. А это учитывается в оценке? В оценке? Нет. Нет. Это не может быть. Потому что в какой-то момент это полностью учитывалось в оценке, причем заставляло очень значительный процент. Сейчас поняли, что это не так. Да. Нет, у нас это не... Потому что вы не можете на это поставить никакую как бы... Чего вы достигаете? Только что, дисциплина? А как вы ее? Больше вы не как. Если можно вводить, но это я не слышала редкие случаи, но в Англии я не слышала до них, можно вводить оценку за участие, да, в семинаре? Да, активность. Активность. И тогда вы что-то оцениваете действительно. А что он там пришел, посидел или поспал? Да, но эта активность, она часто инъектируется? Конечно. Конечно. Да. Вообще вопросы оценки, они, конечно, ключевые в любом процессе обучения. Вот завтра я как раз когда буду говорить о том, что как у нас будет дальше в Англии, вот для нас ведь это то, как студенты нас оценивают за оценку и фидбэк, вот это становится очень-очень. Оно было важно, но сейчас просто становится умеет не стать. А вот если нужно все-таки у вас на экзамен, не мог больше преподавателей нанять. Скажем, мы здесь всегда ругаем вузы, что у них вот большие группы, много студентов у одного преподавателя, он не успевает. То есть вы критикуем. Обучение, все в стоимости обучения выбираете. Да? Да. То есть вы фактически знаете в обучении, что можно включить финансово, и оттуда уже идете назад. Совершенно верно. Так же, как я студентам говорю, когда вы пишете, что вы выбираете себе тему для магистров. Мало никакая мне тема интересна. Нет. Вы должны начинать с тех данных, которые вы можете собрать. Вот от этих данных вы должны писать. Вот эти данные помогут мне ответить на какой вопрос. И дальше вы приходите к вопросу. А потому что, если вы поставите замечательную тему, а данных на них нет, и от этих нет данных, и от финансов, да? Все. Вы не сможете с этим справиться. Поэтому очень важно, вот эти трудозатраты, они практически и то, что у нас говорят, это drive assessment. Потому что мы должны придумывать вот эти методы, которые с одной стороны давали бы действительно студентам хороший фидбэк и делали, как бы нацеливали на хорошую работу. С другой стороны, чтобы это было минимальная затрата за нас, как преподаватель. Значит, ответ только вот peer assessment. А у нас очень часто абстрактно получаются. Я не знаю, от того, что дешево хотим или нет. Но я замечаю, приходит студент ко мне, выпускник, хочет на работу устроиться. Я говорю, а что ты писал? Какую тему? Он говорит, там, проблемы глобализации. Я говорю, знаешь, это такая тема, которая, если честно, меня не интересует конкретно. Ну, с другой стороны, такие темы даются, потому что дети, они вроде хотят большие задачи решать, но реально у них источников для данных нет. Я помню наш разговор, у вас с вами говорили. И получается так, что все-таки должны быть данные, задачи не такие глобальные. Да. Вот сейчас у нас, значит, это голосование по Brexit было, да? Да. И в этом году, это же невероятно, у меня из 10 студентов, которые пишут у меня дипломы, 8, пришли ко мне с темами, что они хотят писать про Brexit. Я говорю, ребята, еще не начался, о чем вы будете писать? Никаких данных нет, ничего не случится, ничего даже не в Brexit не случится. А вы уже хотите анализировать, как это повлияет, никто не знает, как повлиять. А те, кто говорили, что знают, тоже оказались не правы. А это на вашей личной ответственности, вот выбор темы и когда? Ну, мы как бы... По-русски она на вашей совести? Да, на моей совести, да. Поэтому я им говорю. А то же самое магистрские. Вот они мне идут и говорят, а мы вот хотим, вот как Brexit повлияет на китайских предпринимателей. Как замечательно. Очень хорошо повлияет, может быть. А может, очень плохо. Мы сейчас не можем предсказать. Вы можете, тогда будете писать чисто теоретическую работу. У вас никаких данных нет. Даже кейсов никаких вы не можете взять из литературы, потому что это бы не было никогда. И вот опять. То есть, фактически вы ожидаете конкретные данные, чтобы были бы конкретные исследования, конкретный вывод. Да. А не абстрактные темы, которые потом вывод нельзя оценить. Конечно. Конечно. Поэтому мы и стараемся, и всячески стимулируем студентов, вот, чтобы они писали, они проходят производственную практику, да. И я им всегда говорю, а вот вы приходите и пишите диплом на следующий год. Вот вы ее пишите под тем результатом, который вы наработали. Там, на практике. Или к ним же идите. Там, когда вы там были на практике, какую задачу вы решали. Ну, знаете, вот, я не ругаю Советский Союз, но это Советский Союз, но это Советский Союз. Результат. Вы всегда хотели в Советский Союз быть научным. И если я, скажем, задавал студенту задание посчитать, я просто условно говорю, to be, скажем, у Байрона, или to be у, не знаю, у наших преподавателей, если бы я сказал бы у наших преподавателей, мне сказали бы, что эта тема не годится, она не научна. А если у Байрона, то можно. То есть, в результате получается такая вещь, что каждый год одну и тему можно давать, одни и те же данные получать и без пользы какой-то. А если бы я считал бы у наших преподавателей, я понял бы, каким они языком говорят. То есть, вот как это, как поступить? Потому что у нас вот есть внутреннее какое-то впечатление, что тема должна быть большая, она должна быть всем интересна, она должна быть там какая-то научная, потому что я должен ссылаться на кого-то, кто еще Байрона изучал, а вот моих преподавателей никто не изучал. Вот как здесь быть? Ну, я наоборот все время говорю студентам, вы старайтесь заузить, заузить. Не надо иметь широкие просторы, да? Потому что про широкие просторы многие пишут, а вы должны показать, вот что конкретно вы сделаете, правильно? Потому что вот на вы, вывод, какой вы делаете. Вот вы все это прочитали, а теперь, пожалуйста, сделайте вывод для той ситуации, которую вы именно рассматриваете. И поэтому, например, вот как один, я говорю, тогда я хотела писать про шотландскую независимость, слава Богу, проголосовали по-другому, да? А то тоже мне точно буду рассматривать и все. Вот очень мне нравится, все лето думал, вот эта тема. Понимаете, другое дело, мы не даем студентам тем. Мы не даем. Вы спросите, да. Они самостоятельно? Они самостоятельно, да. Они должны выбирать самостоятельно. И я им говорю, вы выбираете тему, вы пишете ее год. Поэтому вы должны выбрать то, что вас интересует. Если вы выберете тему, которая вам не интересна, это бессмысленно. Вы год, вам скучно станет, вам скучно станет, а мне станет скучно вами управлять, как бы, да? Вам что-то подсказывать, вас на что-то направлять. Потому что если у вас нет энтузиазма, откуда он у меня появится? Да. Так, давайте. Если вашу кейму выбрать. Да. Сейчас. Военный университет, в Академии Кося. Ну, ту задачу, которую сейчас поставят. Вы получите. Замечательно. Представитель нашего понятника, который представитель военной университета. Я просто хотел два слова слова по предыдущим высказываниям. Вот первым люди, то, что мы обсуждали, вопрос работодателей и обучающей системы. Работодатели, они как высказываются? Они объясняют, что мы по-своему оцениваем, и многие из нас здесь, в большинстве, были не согласны. По сути, вы повторили то же самое. У вас, наверное, это была одна. Здесь мы сказали то же самое. Вам приходят магистраты со своими оценками. Независимо от того, как они там оценивались, что они там делали, самостоятельно выбирали тему или нет, или плагиат у них или нет, вы по-своему их оценивали. И они пытались обосновать то, что уже у них есть. То есть они, по сути, изучают то, что у них было до этого сделано. Вам представляют удобную для вас форму. И вы оцените своей системой. Извините, я сразу вам отвечу. Это моя ошибка. Моя ошибка. Я неправильно вам объяснила свою задачу. Дело в том, что выбор темы, методологии и литературы они проводили уже с моими преподавателями. То есть мне все это было знакомо и известно. Потому что, ну как могут педагогически оценивать тему по бизнесу или по менеджменту? Я, например, не возьмусь оценивать тему по бухгалтерскому учету. Я не понимаю. Поэтому у нас, вот такая система, я работала, я, видите, часть рассказала, и вы правильно, правильно, очень верно подняли этот вопрос. На самом деле мы были в курсе. Но так как они оценивались по другому предмету, за это, я не могла ту же самую работу пустить как оценка по моему предмету. В случае, что вы эту работу будете продолжать. Да. То есть зависит от того, а сколько в этом случае и там. Да. Только именно поэтому, что вы совершаете. Что касается этого оценивания, у нас тоже есть своя специфика. То есть у нас получается так, что то, чему мы их обучаем, моим специалистам в основном, в обучающем гражданской специальности, мы это видим, как вы говорите, в УМА-режиме. То есть сегодня мы продукт выпустили, и мы на следующий день видим результат нашей работы. Кроме того, у нас есть одно преимущество, то, чему мы их учим, мы сами это сделаем. Есть многие учебные заведения, где преподаватель, он закончил обучение, он стал, после студента, он поступил в аспиратуре и так далее, стал преподавателем, и он учил тому, чему его учили, и то, что он изучил, если у него есть эта способность, и он продолжает это делать. А вот эти прослойки, практики, реальники, самому выводить ту же самую экономику, проработать от бухгалтера до начальника банка, а потом преподавать, это минимальное количество таких людей, которые преподают. Поэтому у нас в этом отношении свой плюс. Что касается метода оценки, я тут приведу пример всего одного метода, потому что у нас и практика, и теория в основном, вовремя специалистов. Ну, первый, метод оценки. Тот метод, который мы применяем, это оценка комплексная. На завершенном этапе, независимо от того, тему мы проверяем, или курс проверяем, или семейство проверяем. Практическое выполнение задачи, обоснование своих действий и способность уже анализа, то есть самооценки, насколько ты правильно выполнил эту задачу. Какая цель преследуется в этой комплексной оценке? Обеспечить запрошенность обучающего модуля, извиняюсь. То есть, или эту тему он изучил, он показал вот эти три пункта, мы его оценили, и таким образом мы достигли этой цели. То есть, определили для себя, обученность на этом этапе завершена или нет, какие последствия будут для студента. Главная задача, которая перед нами ставится и последствия для студента должна быть, способность выполнять им этих же или аналогичных задач в различных условиях обстановки. То есть, немножко поменялось что-то, или какие условия поменялись. И какая цель для преподавателя задуматься о методике обучения в данном блоке. То есть, что взять больше теории или практики в период этого обучения. Это то, что мы используем. Второе, то, что мы использовали. Конечно, хотелось бы вот эту же комплексную оценку ставить, то есть проверять обучаемого в реальной обстановке. Конкретно для каждой задачи, для каждой темы, в реальной обстановке. Конечно, какая цель будет преследовать, то это максимальная объективность оценки будет тут уже. И для обучающего цель будет реальное понимание полученного блока, то есть знание, умение, науки. Вот этот комплекс ЗУМ уже будет реально для студента доведен. И что какая цель у преподавателя, у него уже остается только одна цель, усовершенствовать методику и способы обучения на этом этапе, на этом блоке. То, что мы не используем и нежелательно использовать, хотя иногда вынуждены по определенным темам или по определенным занятиям проводить. Оценка только теории или только умений раздельна. То есть написал, высказал, рассказал, что-то показал. Но это раздельно, это не в комплексе, не обоснованность. То, что здесь мы получим на выходе? Субъективная оценка. То есть максимально оценится один параметр, один критерий, одно направление, один метод. Что будет тут для обучающего, обучаемого? Он зацикливается на одном критерии. То есть он или начинает зубрить, или он механически начинает выполнять одно какое-то действие, или два действия. Или те же действия, 10 действий, но механически. Немножко поменяем условия обстановки, и он уже не сможет выполнять реально эту задачу. Цель для преподавателя, мы здесь вот подумали, получается, что результат для преподавателя, тот же самый результат, он тоже будет зацикливаться. Или он будет постоянно заставлять их учить теорию, не задумываясь о том, как он будет эту теорию применять на практике. Или наоборот, он будет работать, как он бывший, скажем, профессионал, что ты механически обязан это делать, не задумываясь о том, как это получается, и как это обосновать. Вот примерно один метод оценки мы получаем. Спасибо большое. Я хотела одну вещь понять. Вот throwback-то, что у вас, это последствия студента в том плане, что чему он научится, или это трудности, почему он не сможет так быть оценен? Вот throwback-то что? Ну какие есть последствия? Последствия, это затруднения какие-то? Или наоборот, это дает ему какой-то последствия может быть, дает преимущество. Да, да. А это просто рассматривать и те, и другие вещи. То есть это с точки зрения и learning outcomes, и реализации данного тестирования. То есть два типа вопроса рассматриваются. Да, да, да. И с точки зрения студента, и с точки зрения преподавателя. Очень хорошо. Спасибо большое. Теперь вопрос такой. А какой ассессмент будет плохим? Который не соответствует цели. Не обоснованной. Не обоснованной. Является только оценкой самого преподавателя. Субъективная оценка. Вопросы, которые дают возможность запоминания. Вопросы, которые дают возможность запоминания. Вопросы, которые в самом конце идут. И практически нет возможности у студента как-то использовать эту обратную связь от вас. Это тоже. Или для него нет никаких... То есть вы интересны, что результат будет виден только в конце. Да. То-то, 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 то-то и то-то. Вот если вы это сделаете, тогда вы можете исправиться. А иначе очень часто... Вот у нас даже лежат, знаете, в комнате, где студенты могут входить, и вот лежат работы. Вот сразу видно, что после экзаменов работ лежит очень много. Преподаватели проверили. Это когда еще печатали. Сейчас-то все онлайн. Никто не смотрит. А на этом самом деле там можно проверить, что никто даже не смотрит на свой фидбэк. Смотрит только на оценку. И это очень плохо. Но тут надо всем вместе работать. А может быть, язык сложный у преподавателя? Нет, нет. Но я, например, требую от своих преподавателей, когда они пишут фидбэк. Вот, кстати, одна из причин, почему я потребовала, чтобы мы ввели все-таки асессию. В виде постеров, это фидбэк, чтобы они получили, чтобы преподаватель вот эту обратную связь им высказал. Вот тема у вас сформулирована правильно, методы вы выбрали там правильные, или вам нужно заработать методологию. Вы должны учесть то-то и то-то. И по каждому разделу, то есть вот у нас есть слайды на тему маркинг-критерия, да? Вот какие критерии оценки. И студент должен очень четко понимать, за что мы его оценим. И я, например, всеми же магистрантами часто провожу. Вот давайте оценим, значит, какие вот у нас маркинг-критерия. Что под этим подразумевается. И про каждый мы подробно рассматриваем. И потом я им даю работу и прошу их в группах проверить. И вот меня всегда поражает. Это очень хорошо работает. Они все очень эффективно стремятся там. Обычно дают оценки в два раза ниже, чем мои. Очень они так все критичны. Я говорю, почему же вы так критичны к своей работе не относитесь? Потому что вот они чужого, они все раскритиковали. И то не так, и это не так. А в своей они этого не видят. Совершенно. Вот это меня больше всего удивляет. Вот казалось бы, да, мы это развиваем. Вот он тут сделал этот ассесимент, провел его эту оценку. Чужую работу оценил. К чему на свое это не перенести? Потому что своя это своя, а чужая она не совпадает с твоей. Может быть, оценивают так. То есть он бы сделал так, а почему-то сделала по другому. Это легче всегда совпадать. А когда ты знаешь одну версию, ты не знаешь, чем с нами. А как частно вы заставляете вот это делать? Какова периодичность вот этих пунктов? Я уверен, что если неделю два раза будете делать, то на третий раз, на третий раз у них получится точно один в один, как у вас. Они уже будут лениться, вникать в то, что они сделали. К сожалению, опять же, исходя из того, что время, как бы, деньги, количество часов в неделю у студентов очень небольшое у нас в Англии. То есть вот максимум 12 часов. Тейст-ту-тейст, да? В том числе. Все остальное они должны делать самостоятельно. Могут или должны? Должны. Но могут и будут, это другой вопрос. Кстати, это очень интересный вопрос, и я могу потом на него ответить, потому что мы проводили большое обследование, как изменились ли какие-то представления студентов в связи с повышением, тройным увеличением платы за обучение. Изменились ли их expectations, и изменилось ли их поведение. Словарный запас наверняка увеличился. У них ничего не изменилось. Наоборот, меня это поразило, они наоборот, они стали считать, что раз они платят, сколько денег, значит, они учатся гораздо лучше. Их, значит, научат, ну, гораздо лучше, чем тех, которые платили в три раза дешевле. И никакой вот этой самокритичности, или то, что ты должен больше работать, этого не появилось. Или то, что ты вот платишь свои 9 тысяч, но ты хотя бы ходи на все занятия, да, и получай максимально, или иди еще на дополнительные и так далее. Не-не-не, наоборот, я уже заплатил все. Значит, вы мне открыли, сюда все вложили, и все. А кто вложил, что вложили? Да, естественно, если ты не хочешь куда-то, где больше сюда платил, хочешь, чтобы за тебя что-то сделать. К сожалению, сознанием это не работает, правильно? Это от того, что жизнь стала фикцией. Поэтому и отношение студентов и к знаниям, и к своей оплате, и к своему поведению, тоже фикция, к сожалению. Менталитет такой, и не имеет это значение, это в Англии или в Армении. Студент или студент. Да. Ну, может, можно резьбу добавить? Я здесь. Мне кажется, что вот методами оценки этого ассессмента можно добиться того, чтобы мотивировать студентов работать, самостоятельно работать. Мне кажется, что, может, слово метод не подходит здесь. Вот тип, наверное, больше подходит, вариант, тип оценки, конкретный тип оценки может быть выполнен именно с этой целью. Слово «заставить» не очень хорошо звучит, но сделать так, чтобы было иначе нельзя. Да. Что вот платишь, не ходишь хорошо, но вот задание-то он должен выполнить, чтобы получить этот окончательный результат свой, диплом или оценку последнюю. Вот какие, например, приемы вы используете с этой целью? Я хочу сразу сказать, я экономист, да? И как любой экономист в основе видит стимул. Без стимула ничего не будет, да? То есть если у студента есть стимул сделать что-то, да? Он это будет делать. Он как бы вынужден, потому что стимул у него туда тянет. Да? Значит, мы должны так формулировать свои методы оценки, чтобы они служили стимулами у него. Кроме того, мы должны, и в этом очень важно, оговорить с ним, может быть, даже вместе с ними выработать методы оценки. Да? Вот этот Маркин Фрайк-Вире. Чтобы они четко прониклись, что с него спрашивают, да? Что он должен делать? Вот я пример приведу. Мне казалось, я уже все своим студентам в экономике разжевала. Объяснила. Мы этот критерий, они сами просчитали. У соседа посмотрели, да? А задача такая у них на первую курсовую работу. Они должны рассмотреть, выбрать какой-то продукт. И посмотреть, вот за последние там 10 лет, как изменились мировые цены на этот продукт. Что повлияло, спрос, предложение, где, в каких странах, почему. И потом сравнить с ценами на них. Как они с ними, что на них повлияло. То есть, опять же, понимаете, базовые вопросы в экономике. И затем сложить их вместе. Связанное они как-то, не связанное. У каких-то продуктов может быть связано. И вы знаете, на чем все время напарничать? Я даже не могу понять. Студент не понимает слово продукт. Понимаете? Вот самое простое. Продукт. Комодити. Фуд комодити. Все работодатели жалуются. Я общался с работодателями. Они говорят, после университета приходит работать. Он не знает, что такое завершить работу. Получить продукт окончательный. Они в любые фазы, например, написать программу. Говорят, задаю написать программу. Студент приходит с алгоритмом. Он уже говорит, я уже сделал. Потому что в университете, когда говорили о программе, преподаватель оценивал алгоритм. И если этот алгоритм придумал, ты математик. Значит, уже все, значит, и напишешь, наверное, программу. И он считает, что программу писать не надо. Потом он заставляет его написать программу, он ее не проверил. То есть студент не знает лайфхакула рабочего места. Поэтому он не знает, что такое продукт окончательный. Я не знаю об этом. Но я не совсем в этом смысле. Но мы очень верно сюда это все подметили. Я с этим полностью согласна. Они не знают. Мы считаем, мы исходим из того, что какие-то базовые знания у студентов, у всех студентов после школы есть. Ну и даже просто после жизни, вот им 17-18 лет, каких-то они имеют жизненные знания. И когда я говорю о продукте питания, но именно тот, который продается на рынке, на мировом рынке, ну поставляют пшеницу, предположим, рожь, оливковое масло, я не знаю, растительное масло, помидоры, ну выбери. Выбираются так, пицца. Я говорю, ну где вы видели? Пицца, чтобы росла из земли. Вот все объяснил. Второй говорит, ну ладно, если не пицца, то паста. И вот понимаете, я иногда думаю, они надо мной издеваются. Потому что, ну невозможно. Ну ладно, там китайский студент, там что-то для него в словах, как-то не так. Но уж английский студент, тут уже как-то не так. А как вы говорите? Фуд к молоде. Фуд к молоде. И показываю, и примеры привожу. А когда доходит, самое забавное, это когда вот они начинают, значит, они там выбрали, ладно, может быть, еще это выбрали. А вот когда ойл, да, потому что ойл, он и нефть, и растительное масло. Ну половина берет растительное масло. Я говорю, ну зачем мне растительное масло? Ну как, я вот здесь помидоры рассматривала, как они с растительным маслом связаны. Я говорю, вы на растительное масло их повезете. Ну понимаете, вот совершенно, они как-то то, что мы еще привыкли думать, что они это знают, базовые, вот я и говорю, базовые какие-то представления о жизни, да, этого нет. То есть, допустим, студент свою дипломную работу написал очень хорошо туда-сюда, потом возникает такая заменка, путает растительное масло сильнее, хотя и колгориц, и другой колгориц, то есть, понижаете оценку? Да. То есть, идет оценка дипломной работе с оглядкой на предыдущие. Да. Да? Да. Ну, сейчас мы вот сталкиваемся, вот особенно с магистрантами, ситуацией, когда вот мы понимаем, да, душой понимаем, что не сам студент тогда написал, потому что он с вами был в переписке, вы знаете, как работа шла, и работа шла медленно, и английский у него плохой, а работу он вам присылает замечательную, да? и просто опросил две тысячи сотрудников разных банков по всему миру, и вот они ему столько ответили, замечательно, и все это он хорошо обработал, и все. И понимаете, вот раньше мы привыкли, плагиан, это, он кого-то скопировал, переписал, и это у нас выходит в системе. А когда он заказал где-то работу, да, ему ее написали, вот как мы это можем выявить? Это очень серьезная проблема. Его можно отсеять как управлять, он хорошо управлял этим процессом и продукт предоставил. Правильно, но я не могу ему дать что он уровень магистратуры закончил. Он мне мои learning outcomes, которые он... Один вопрос, они понимают свою работу, магистрскую работу, как квалификационную работу, или как научно-исследовательскую работу? Она должна быть и та, и два. У нее две компоненты. Они насколько это понимают, что вот от них требуется и научно-исследовательским подходом. Ну, я вам это рассказываю с самого начала. Потому что, во-первых, для этого идет вот этот модуль передо мной, research methods. И у меня в хэнтбул, по модулю, расписано, что это ваша научная работа. Научная. То есть вы должны собрать данные, вы должны их обработать, вы должны представить анализы, и так далее. Ну, и начать все это, конечно, с research questions, да, и все это. Но... И они это знают. И так же я им... Вот единственное, о чем я их ловлю, нехорошо говорить, ловлю студентов, но так... Они сами попадаются. Они сами попадаются. Я... У меня сказано везде. Вы представляете магистрскую работу, и вы представляете либо на... там... memory sheet, да, либо присылаете как аппендикс ваши первичные данные, которые вы собрали. А если вы этого не делаете, то мы вам это считаем как unfair practice, да, нечестная работа. Раньше нечестная работа был чистый плагиат, а теперь нечестная работа это у-у-у-у-у... сколько возможностей. Вот вы говорили, и вот Татя Квадьяч тоже говорил, по поводу стимул. Всех одинаково на одном курсе, скажем ли, в одной группе одинаково стимулировать невозможно. Все мы проводили семинары и знаем. Тему семинара, задачу поставили, учат только то, кто что конкретно лучше знает. Спросят, не спросят, они сделают так, чтобы спросить именно того, кто знает этот вопрос лучше всех. И он так и будет вести не только эти семинары будут докладывать, но и все до конца и тот же, ту же магистрскую работу, те же экзамены, те же вопросы. То есть стимулировать всех одинаково, чтобы они учили все и готовились ко всему, это тоже почти нереально. Они в основном будут все время упираться в то, что они лучше всего знают. Для них главный стимул, чтобы они услышали тот вопрос, в котором они себя чувствуют профессионалами. Но опять же, для чего? Чтобы получить лучшую отметку. Чтобы их диплом был более высокой квалификацией. Ну, у нас там A, B, C и так далее. И понятно, что работодателям нужен тот, который минимум B, на C уже никто смотреть не будет, и в магистратуру мы тоже не берем C. То есть они начинают под эти цифры работать. Но вот здесь мы только и сможем. Вот это для них стимул. Эту цифру получить. Поэтому для нас задача эту цифру им дать с трудом. Чтобы они за нее поработали. И чтобы мы могли их оценивать по каждому критерию. Потому что совокупные критерии... Вот опять же, у меня такая же студентка из Китая. Замечательно. Причем даже мы с ней переписывались. Все, я как-то была в курсе, но 2000... Я сразу сказала, я не верю, что ты сумеешь собрать 2000. Она как бы это не учла. И таки представила, написала все, статистическое отследование, на уровень, что она 2000 этих опросила. Я говорю, где свои сэврей, где опросы? Молчание. Молчание. Я тогда послала такой имел, что, значит, если к завтрашнему дню у меня не будет первичный тандыр, то ваши работы пересылаются на вот эту нечестную практику. А можно так? Да. У всех есть эта совесть, которую вы пользуетесь. Понимаете? Поэтому я помню еще даже в советское время на карте моей, где я работал, была женщина, которая была очень совестивая, считалась строгой, и было 10 из такого уровня совести. Поэтому получается, что в принципе... Нет, нет, тут система противоответствия. Что делать? Вот что делать? Например, ведь каждую работу... И я... Когда мне начинает китайский студент писать, я вас умоляю, умоляю, на коленях встану, когда приеду. Умоляю, но пропустите сейчас мою работу. Я ему говорю, вот ты понимаешь, дорогой, вот не только я тебя проверяю, да? Меня тоже, твою работу читают как минимум три человека. Вот эту можно сказать? Да. Значит, вот я эту работу читаю, если, предположим, даже мой студент, но будем считать, что у меня 18 преподавателей эти магистрские работы ведут, я вот руковожу этим 18 преподавателем. А студенты, они их оценили, предположим, вот эти полустеры. Я сама там ходила, смотрела, эти полустеры, беседовала со студентами, то есть имеют представление. Потом я читаю, что тот написал преподават. Если я, я должна как минимум 10, во-первых, я должна отмодерировать все провалы и все отличные, плюс я должна отмодерировать 20% остальных. То есть у меня обычно получается, что я где-то половину модерирую. То есть как минимум тут. Причем это, если не, это именно стадия пропаузов только. А когда идет полная диссертация, то я просто преподаватели ставлю в пары и они друг другом и другом. Каждый раз у меня эти пары разные. То есть это не то, что они могут между собой... А потом наступает пара то, что называется внешнего экзамената. Человек, который в этом институте не работает, в этом университете, но по этой специальности работают в другом. И он приезжает. Вот у нас будет стынулось в год, экзамен в год будет в пятницу. Вот я здесь. Меня очень не хотели отпускать, но я сказала, вот я вам представлю все документы. Все, как бы, фитбеки, которые выданут, все модерированные эти бумаги. А когда идет модерация, то должен сам преподаватель написать, за что и как он поставил, плюс второй преподаватель, который модерирует, он должен написать, с чем он согласен, с чем не согласен и почему. Затем они должны между собой встретиться, провести беседу и согласовать оценку. Если разница где-то в три пункта, ну, там, предположим, 52 и 55, то здесь, как бы, решение может оставаться за преподавателем, чей студент. Но, если там гораздо больше, то это уже сильно меняет картину. И тогда может привлекаться третий преподаватель, то есть только на этом еще уровень. А потом, я говорю, и его, и меня, и их всех проверяет экстернл. Экстернл тоже должен проверять где-то 20% всех работ. То есть все-таки надежность решается за счет вот таких вот барьеров, взаимных барьеров. И это этично считается, это нормально? Да. Чья оценка считается глава? Экстернл. Нешного. А что вы называете модерацией? Это типа предпочит, да? Нет, модерация это как бы второй преподаватель тоже читает эту работу, но он не вел этого студента. Диссертацию. Диссертацию, да. Это не только по диссертации. Нет, 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 нет. Он должен прочитать саму работу. И на ее основании он ставит вот свою оценку. Он может согласиться, может не согласиться. Например, у меня часто бывает так, что я с кем-то согласна, а вот есть, ведь главное уловить системную ошибку, правда? То есть тот, кто все время повышает. Вот ты видишь, что вот этот преподаватель, у него все время выходит выше, чем у других. Нужно понять, вряд ли у него студенты сильно лучше. Я делю всем поровну, никогда не смотрю. И себе беру тоже неотличный еще подниму. И дальше надо просто с ним поговорить, почему он, как он интерпретирует вот этот маркинг данных, она там, не знаю, 20% получит. То есть это никак не может быть решающим. Решающим целая работа, в целом, вот по каждому пункту разделенную. А результаты экстерного экзаменатора, они влияют на конкретного студента, или на основе этих результатов делаются какие-то выводы по отношению к преподавателю, к факультету? и на то, и на другое. Выводы делаются, и экстерного экзамена пишут, во-первых, они влияют на оценку студента, потому что бывает, опять же, ну, я видела такие случения не на моем модуле, но на других модулях, потому что сидишь все вместе, идет этот экземборд, и экстерного экзамена делает презентацию прямо на экземборд. Он говорит, что вот с такими-то модулями я согласен с оценками, вот по такому-то модулю, я считаю, что фидбэк сделан плохо, студенту не структурирован этот ответ, просто говорит, коротко написано, типа там, хорошая работа, молодец, это не фидбэк. там обсуждается конкретная работа. Конкретная, вот прямо конкретная он показал. Те 20%? Да, но он свои 20%. Он может взять... сборщеников тех, фейл, проверяют всех. То есть фейл это... А, понятно. Это политика университета. А если студент не согласен с вашей акцентой? Кто не согласен? Студент. Студент, да. Может подавать и депиляцию, да. Может подавать и бывают, подают, да. И бывает выигрывают. Но обычно это заканчивается тем, что ему говорится, что это академик... Ну, как бы я беру это как академик на себя, да. Я считаю, что он этого не знает. С моей позиции академика, с моей позиции преподавателя это не освещено. И, в общем-то, вот этот борт, который будет выслушивать его апелляцию, они ко мне в этом смысле прислушиваются. Но были случаи, когда мы подавали на вот эту нечестную практику и эти же студенты выигрывали это дело. То есть они находили... Понимаете, система ведь она весов и противоресов, да, на бобе. То есть с одной стороны мы пишем вот свое, что вот он сделал так-то, 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 мы считаем, что это нечестно. А этот же студент идет в студент и говорит, вот они меня тут завалили, вот помогите мне им написать апелляцию. И те же преподаватели, но уже с другой стороны, они ему пишут апелляцию, помогают писать. И получается, что мое против них, да? У меня этого не было, к счастью. но такие случаи, вернее, был случай, когда преподаватель вот на моем модуле поставил анфеопрактис, я с этим согласилась, а студентка отстаивала, что она писала мне серьезные там какие-то кодемии, не знаю, что вот она вот все хорошо, а вот мы такие плохие ее не помнили. Я говорю, ну хорошо, докажите нам, если вы все это сделали сами, ну давайте, мы ее проверяли, она там доказывала, что она использовала программы статистические, а я просто задала пару вопросов и поняла, что она этих программ вообще не знает. И что она считала, это не она считала. Она сказала, опять же, понимаете, такие вещи всегда нужно проводить свидетелями. То есть был вот ее преподаватель, была я, была эта студентка. Потому что если это было бы только я и она, то мое слово против нее и тут нет. И еще хорошо бы третье, чтобы это было видео. Нас все время призывали, чтобы мы все это видео записывали. Но тут был именно тот случай, что человек говорил, что он использовал эти методы, а если он их не понимает, то о каких результатах может идти лучше. А можно еще вам? А каком часть какой процент часов от вашего модуля занимает процесс асессмента? Это очень хороший вопрос. Я вам очень благодарна. Потому что к сожалению, преподавателю это не ставится ничего. Ничего. Понимаете? Вот у меня 250 работ на курсе по экономике, да? я могу прийти плакаться с заведующей, и она в лучшем случае разрешит мне нанять кого-то, кто бы провел 100 работ. Я просто физически не могу это сделать во время каникул этих рождественских. Даже если я буду в Рождество сидеть и проверять, я это столько не проверю. И это вот именно на том, что называется я говорю я не сделаю, вот и все. А раньше если я не сделаю, значит мы не уложимся. Понимаете? Тут еще такой момент. У меня он где-то дальше. Мы должны укладываться 15 дней с ответом, с оценкой и просветом. 15 дней рабочих к счастью. рабочих к счастью. То есть считается 3 недели, да? Если мы, не дай Бог, и мы все время это подчеркиваем студентам, вот мы такие вот уложились, да? Если мы не уложились, то все меч на наши головы и студент будет писать везде в Evaluations, что ему очень поздно пришло это и он не согласен и у него не было возможности на это отреагировать и в общем враги народа. А объем одной работы какой? А это все заранее? Вот те, которых у меня 250, но это примерно 15 страниц каждое. А это не ведет к тому, что вы будете облегчать эти задания? Ну, теоретически, наверное, но практически. Главное, что понимаете, в чем дело, мне даже вот этому второму, кто будет проверить, я ему должна все объяснить, что он должен смотреть, потому что это не то, что взялся, считал, а мне нужно ему еще раз самому и с ним вместе просидеть и пару работ поправить. А ему платят? Вот так. Того, кого берут, ему платят. Но платят очень немного, поэтому желающих найти очень сложно. И обычно это последний момент, то есть еще и аспиранцы, еще и аспиранцы, кто еще будет подрабатывать. То есть я так понял, что образование должно быть дорогое, чтобы быть хорошим. Да, да, но, к сожалению, дороговизна не всегда гарантирует качество. Но в принципе это тяжелая работа и стоит дорого. Конечно. Конечно. Вот опять же, поэтому очень важно, вот у нас считается, очень важно иметь профессиональную квалификацию педагога высшей школы. Вот это то, к чему как бы считается, что у нас должно быть там сто процентов. Все мы должны быть, кроме того, как будучи специалистами в свою область, каждый из нас, мы должны быть еще специалистами, профессионалами, преподаванием. И вот у нас это называется ты как бы член вот High Education Academy, то есть вот тебе дается вот этот артификат, ну вот я дам, тоже, по там, трем основным параметрам. Ты должен писать self-reflective practice, да? Ты должен свою практику, преподавание, описывать с точки зрения вот как ты рассматриваешь, вот ты начинаешь изменять assessment, да? И вот почему ты начинаешь, какие у тебя задачи, что ты об этом прочитал, что ты сам об этом думаешь и так далее. Вот сейчас я писала такое же заявление, там еще только в два раза больше, на 10 тысяч слов, на сыне, ну как бы у нас во всей стране там меньше тысячи, но ты должен уже показать, что ты с уровня вот лидера можешь, ты можешь не только вот это все сам внедрить, но еще можешь руководить другими на национальном уровне, международном уровне и так далее. И на самом деле, знаете, это очень полезно. Вот я стала как бы то и это, это очень, ты начинаешь вот сидеть, тебе правда нужно три дня, как минимум, ну у меня было больше, недели, я себе отложила на это. Когда ты ни о чем другом не думаешь, ты свою практику анализируешь, вот что я делал так, что я делал не так, почему я это делал, вот если я это делал, то что, на чем я основывался, почему я решил, что этот assessment должен быть таким, как он оценивает, предположим, не только знания, не только навыки, но и какие-то ценности, которые мы должны студенту прививать. почему я, например, начинаю вести, ну так как я работала вот в этом, как бы, национальном центре, мне в этом смысле легче, потому что я все время работала с английскими, преподавателями, учила их как учить. Советская школа, она научит хорошо, но главное, вот о чем я тут и говорила, главное все время учиться, и вот когда преподаватель все время учится, то есть вот он смотрит, как и что, я сейчас, буквально на прошлой неделе, я участвовала в оценке, аккредитации, как бы British and Irish Music Institute, то есть британское институт, британское и ирландское музыки, и я говорила, ну что я как экономист, они говорят, а ты должен как холодильник, холодильщик, вот как у них выполняется это, мне было так интересно, я решила, что только на музыке буду специализироваться, это в сто раз интереснее, чем экономика, потому что у них подходы гораздо более креативные, потом они студентов, они их именно учат, вот это поразительная вещь, они готовят так, как те будут, как бы эти артисты, вот они должны иметь, как они говорят, стальные нервы, и оказывается, существует масса методов выработки этих стальных нервов, я думаю, господи, нам преподавателям такое надо учить, как нам стальные нервы, студентами иметь, а там этих всех студентов, и как они должны погружаться вот в это майнфлнесс, и осознанность, и все это, поразительно, понимаете, а вот экономистов никто не учит, поэтому, наверное, мы менее вот эти цены... можно такой вопрос, а вот вернуться к тому, что вот, вот, а вот как проверять их качество, то есть вот... как проверять качество, как они поставлены? Да. То есть мы... Есть такая система, вот такая же, как вы студента оцениваете, да, конечно. Как-то вы коллектиально оцениваете вашу лерву. Да, у нас как, вот идет, как бы ты пишешь свой хэндбук, да, по своему модулю, и ты начинаешь с вот этих learning outcomes, да, что ты хочешь, чтобы студент в конце знал, какие-то, ну, такие-то знания, такие-то навыки, так-то умел их применить, и это будет оцениваться такими-то способами, да, чтобы все это вместе было тесно связано. Когда я пишу свою методичку, я ее отправляю на, сначала вот того, кто является модератором на моем модуле, да, а потом она идет к экстренному диаметру. То есть все к тому же кругу. И к тому же рассматривается и идет параллельно, оно идет в отдел вот этот quality assurance, да, те, которые отвечают за качество образования. И они просматриваются слои в точечном времени. Все ли мы там учли, все ли там, всех ли студентов, как бы, учли при этом, или что-то не так. Часто бывает, что дорабатываем, то же самое, когда начинаются modifications, да, вот мы хотим исправить, вот как мне пришлось исправлять, да, в этом модуле, по-моему, по диссертациям, исправлять то, что был proposal, который у меня забрали, на post-op proposal. Это модуль modification. он должен идти через кумите. Должна я писать, должен мой модератор писать, и должен их все на взамен написать. Почему? Обоснование. Почему я предлагаю вот такие-то изменения? Будут ли они правомерны, будут ли они действительно улучшить как бы обучение студента или нет? У нас тоже есть эти металлические советы, но мы научно-рубалить и говорим, такие бумаги Владимир Ильич не глядя подписывал. То есть, очень часто механизмы у нас те же есть, но большой ответственности за результатов нет. Где же у вас ответственность? Как-то раз я с Пулем говорил, ответственность в том, что студент всегда может в суд подать на нас. Да. То есть, где у вас ответственность? Это верно. Вот он правильно сказал. Ответственность. Ты, но ты отвечаешь за знание в своем модуле. И при этом ты несешь еще коллективную оценку за тот диплом, который получает этот студент. Правильно? Потому что ты учил какую-то часть его курса, ты его учил. Значит, ты в коллективной ответственности тоже участвуешь. Мы знаем все, что с коллективной ответственностью в себя сложно. Это безответственность. Да, это безответственность. Но, значит, head of department или там, декан или этот, он должен вести на... А дальше, конечно, ректор. А вот еще выше кто? Скажем, вот, что я видел, скажем, есть такие ранкинги, и я так понял, что ваши университеты очень часто хотят ставить задачу, скажем, в ранкинге вырасти на одну степень серьезно. Это и есть такая большая ответственность. Да. И здесь вот сейчас... Или survey, всякое. Да, да, да. Сейчас я на... Through assessment. Мы все время говорили про skills, да? И как вот... Вот эта часть как бы того, что в колоте шелк. Значит, что мы должны учитывать? Вот когда мы говорим о развитии... Сейчас я перейду вот к тому моменту, что вы сказали. Просто... Наверное, у каждого государственного... И именно на государственном уровне, У нас вот то, что... Чем вы занимаетесь, вам, у нас это QA, да? All-A-T-E-Shure-N-S, И они... Вот на развитии всех навыков, они очень высоко у них стоят. Считается одним из самых важнейших. И оцениваются по некоторым параметам. Оцениваются по тому, как вы выполняете вот эти бенчмаркстики. По каждой дисциплине есть свои бенчмарк, которые показывают... Студент там, не знаю, экономист должен знать то-то, 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 прилагать к тому-то, тому-то, получать какие-то выводы, уметь дискутировать, уметь там, тут... На самом деле это полтора... Две странички. Это не много. Квалификационные, да, стандарты. Он один, он раз в пять лет примерно меняется. То есть в этом смысле это не такая проблема, как в России, когда нужно их этих стандартов, миллионы и все время... Но просто следить, что... Ну, например, вот экономика, странно, что раньше она не входила в бенчмарк-стейтмент по бизнесу и менеджменту. Теперь основы экономики, которую студент должен знать. И еще что добавилось, по сравнению с прошлым, просто добавилось две вещи, две строчки. Одна про экономику, а вторая про sustainability. все, что вот студенту бизнеса и менеджмента должен иметь представление о том, что такое sustainable и так далее. Вот и все. То есть с этой точки зрения этот бенчмарк-стейтмент это несложно. Вообще у нас как бы легкий подход. У нас ведь это не стандарты, а у нас это пожелания. Пожелания. То есть вам есть пожелание, чтобы это будет учитывать. Кроме того, была очень популярна такая система personal development planning. У каждого студента он сам составлял такой план своего развития вместе с своим тьютером. Вот он кто-то освоит. И там же были то есть когда он заканчивал университет наряду с его отметками, с его дипломом он еще представлял вот такое портфолио своих работ. Работа дать. что и свои как бы мысли на тему вот как он это делал. Это на самом деле очень полезно. Прожилие. Потом обязательно должно входить вот этот alignment assessment с развитием. То есть, что мы должны в assessment учитывать развитие этих навыков. и все это тесно связано с работой. С возможностью работать. Employability да? Поэтому очень важно развитие навыков с помощью assessment то есть то о чем мы все время сегодня говорили и как это мы можем делать. Но когда мы говорим вот про летние assessment значит обязательно мы должны студенту давать критерий по которому мы его оцениваем. Очень четко и ясно проговоренный критерий с теми частью какой процент на что будет идти. Вот это должно быть очень-очень четко прописано. Тоже мы должны показывать студенту для того чтобы он лучше понимал эти критерии примеры хороших и плохих работ. Мы должны давать им примеры вот этого фидбэка обратной связи что они получат от нас. Они должны это заранее знать. Это пример и четыре задачи. Да. Да. И когда мы работаем групповую работу они опять же должны заранее знать что не только они получат средний балл все один и тот же а какая часть из этого из их личной отметки будет отличаться. За что они отвечают сами. Вот это очень важный момент. Когда же мы говорим о неформальной такой она называется форматик но на самом деле это как раз неформальная отметка вот она включает в себя и выработку этих критерий для оценки особенно для групп здесь очень важно когда потому что как я говорю у нас очень большой процент студентов не согласны с групповой оценкой вот они с индивидуальной своей согласны а с групповой они не согласны поэтому полезным очень является проведение вот то что я говорила что одни студенты оценивают либо своих соучеников либо они оценивают какие-то прошлые работы то есть они учатся сами оценивать тогда они как бы проживают эти критерии через себя хотя как я уже сказала не всегда это помогает но в чем-то это помогает наверняка потому что в эвалиюэйшн они потом пишут как им вот это помогло понять лучше критерий проводить прямо дискуссии в классе на эту тему вот мы с вами будем сейчас в вашей работе будет оцениваться ваш предположим сбор данных и анализ вот по каким параметрам я буду оценивать буду ли я оценивать что вы просто представили эти данные или вы их проанализировали и как вы их проанализировали что вы при этом сделали то есть какое ваше критическое отношение к этим данным потому что зачем мне просто description только описание это извините в школе описание важно а у нас уже важен анализ то есть что вы делаете с этим как вы это перерабатываете а можно вопрос да тут идет непосредственно обсуждение дейтери в оценке или или все-таки обсуждается сама работа которая выполняется находится в процессе и преподаватели ведут какие-то свои корректировки в эту работу ну когда класс дискашен да то это именно общие критерии вы обсуждаете потому что чью-то работу вы не можете с классом обсуждать вы обсуждаете индивидуально со студентом ну конфиденциальность у каждого там свою работу они даже у меня вот я сижу за столом да второй штаб ждет очереди я его прошу отсесть потому что мы обсуждаем вот именно эту работу иногда наоборот например есть какие-то начальные моменты когда у них еще нет специфики то наоборот я могу там 5-7 человек вместе собрать и им общие задания ну как бы объяснить чтобы в чем будет состоять их диссертация а то есть считается что обсуждение работы которая в процессе в классе это как-то неэтично да правильно вас принимают да если только если есть общие вопросы какие-то да вот у всего класса предположим есть вопрос по не знаю как вот проводить анализ то есть могу я предположить что в принципе сопровождение работы исследовательской или магистерской работы происходит не не в классе да то есть не у всех студентов а преподаватели или супервайзеры работают индивидуально да то есть у них нет возможности выслушать своих коллег ну своих есть есть возможность в каком смысле что на семинаре посвященном например семинар посвящен какому-то разделу диссертации да вот я объясняю что вот в этом разделе например литературный обзор да вы должны рассмотреть источники которые как бы используются по данной тематике широко уже то что вы уже использовали при анализе данных которые вы использовали так и я им это показываю на примерах но примеров не из их работ а примеров прошлых вы сами считаете что это неэтично да да ну потому что понимаете вы тем самым как бы представляете человека да он же я им все время внушаю что ошибки делать хорошо что если вы ошиблись это замечательно значит вы выучите вы лучше поймете вы на этом как бы построите свою работу гораздо лучше чем если у вас все пошло хорошо а на самом-то деле это все по поверхности то есть у меня в принципе кто-то ничего не делает только не ошибается а подставлять кого-то вот показывая а вот ты неправильно вот посмотри вот в его работе он осветил тот вопрос я возьму какого-то среднего студента да как бы они не знают чья работа я расскажу ну говорю что вот можно осветить так или так так вот я хотела бы чтобы вы вот шли по такому-то пути но если вы мне докажете что ваш путь более правильный я с вами соглашусь только докажите а не просто там механического нет ни в коем случае что вы это самое страшное нет они потом приходят и начинают а я узнала что там вот у Джона вот я ему помогала у Джона 70 а у меня 50 я не знаю где вы ему помогали что вы ему помогали ну вот он это осветил а вы у себя не осветили ну я же ему говорила что это надо осветить я говорю ну замечательно ну почему вы у себя не осветили да а какие вы выделяете индикаторы для ну которые быть даже ретроспективно но статистически достоверно показывали а верно ли вообще выбрали метод оценивания проводятся ли такие вообще анализы на что они основываются ну это может быть не знаю общая успеваемость или витбека студентов или employment rate как понять ретроспективное направление или вы выбрали вообще метод оценивания существует во-первых существует по каждому модулю есть module evaluation да то есть вот эта форма которую они заполняют в каждой и они там там вопросы подробно вопросы о преподавании вопросы об оценке о питбеке и так далее а было ли мне скучно или было мне интересно или это меня челлендж да предположим у меня часто очень у студентов бывает что они говорят это было сложно и я лично я лично считаю что это хорошо что я их челлендж потому что иначе они ну что они нового тогда но они при этом говорят что им было интересно да но вот этот момент когда он учит что-то новое а любое новое это труд это же большой труд вообще учеба и поэтому если они не трудятся то они не получат это указано то есть он в конце что-то должен сделать которое не было в контексте когда он учился да челлендж должен быть да да но и поэтому каждый в конце года обычно вот эти модулы они проводят не в самом конце а где-то примерно в апреле да и дальше причем они проводятся независимо от преподавателя то есть есть либо онлайн форма либо кто-то другой приходит и проводит ее то есть ты влиять не можешь никак и потом эти данные обрабатываются и ты пишешь на вот этой страничке своего модуля ты им пишешь краткое изложение того что вот там 60 процентов вас считают что я там то-то и то-то делала что вот хорошо что у меня были или хорошо что там я показывала не знаю мультики там что угодно что им так понравилось или они пишут и вообще это такая скучная наука и просто жуть но главное что они то есть они должны и комментарии дать и оценку значит я должна привести в своем вот этом описании в конце модуля их комментарии частично конечно уже 250 я и частично то есть позитив негатив кто и что сказал и дальше это все обсуждается на заседании кафедры ну кроме того что параллельно все время идут эти совместные заседания преподавателей студентского совета да где студенты то есть чтобы на более ранних стадиях выловить эти проблемы если студенты например у нас было я бы сказал что статистики и студенты жалуются что вот они не понимают они жаловались и это улавливало самое начатое значит изменили формат преподавание перевели другие классы сделали возможным чтобы это как-то я не знаю меньшей группы чтобы преподаватель каждому как это тоже конечно спасибо у меня есть вопрос про экстернов поскольку как я понял на него очень важный урок как вы подбираете своих экстернов то есть есть какое-то агентство откуда они берутся опять же замечательный вопрос вы знаете когда я вот такая была очень хорошая система в Англии я ее рекомендую для всех стран это когда Тони Плеер пришел и вот стал этот тезис образование образование тогда пошли деньги на образование без денег ничего нельзя и тогда были созданы 24 центра помощи преподавателям по дисциплине то есть вот я работала в таком центре я была ставшим научным сотрудником в центре помощи преподавателям по экономике и в мои задачи входило я во-первых сама построила свою систему я проводила опросы студентов преподавателей работодателей и выпускников и когда я вот четыре брала я смотрела что пересекается что не хватает и тогда на эту же тему я проводила семинары с преподавателями потому что это то о чем жалуются выпускники вот у меня было недостаточно того меня тому ты не научил выпускники кстати самое лучшее что мы можем вообще как фидбэк давать из них не туда ну работа дателям само собой он видит но он не знает насколько давали выпускников правильно а тот тот самый выпускник он знает меня этому не учили и советы выпускников это то же самое лучшее что мы можем давать и вот тогда когда 24 центра очень хорошо было методическая работа на вас вот видите у меня поэтому слайды все я их обрабатывала экономикс отвор вот это наш экономический цель мы потому что мы были самые активные и когда деньги кончились то мы единственный кто остались потому что на нас скинулись royal economic society и скинулись департаменты факультеты экономические чтобы платить нам зарплаты потому что они считали что мы делаем очень важные деньги вот ни одного и другого центра не осталось это я к тому что все таки мы качественно делаем спасибо последний вопрос у меня тоже опять вопрос это приемлемо только лишь к логистовским работам или применять на всех предметах в школе тоже кроме первого курса вы знаете почему потому что оценки за первый курс не входят в эту самую бумажку при дипломе и значит студенты это рассматривают как менее важное и поэтому не это самое и все равно он туда не привлекается а вот второй третий курс это все на всех предметах и ищем мы так вот я почему стала про наш центр это говорит что у нас была база данных если ты хотел быть экстенной экзаменом ты себя заносил и завкафестра когда выбирал экстенной экзамена он смотрел а вот такие для себя предлагали стоит ли их брать не стоит их брать кого-то нового или еще что то он у нас сейчас как бы экстенной экзамена три года в принципе платит им очень мало но конечно букмитет идет на ужин в общем я так понял что университет это не кинотеатр а Голливуд а мы иногда подходим к университету как кинотеатр мы сейчас в Болливуду идем в Болливуду окей но просто за этим преподавательским деятельностью огромный труд я так понял есть где идут оценки всевозможные перекрестные для того чтобы обеспечить эффективность мы иногда часто просто подходим к вопросу спасибо огромное Инна сейчас я хочу один маленький маленький момент показать как студенты нас оценивают да НСС ну там раз там сейчас мне уже не найти извините но я потом найду дам вопросы например о том как вовремя ли вам представлены ваша оценка и фидбэк как они вам помогли для дальнейшей работы потому что основная у нас проходит такой национальный опрос всех студентов и это вот я об этом завтра скажу это на самом деле будет играть теперь раньше играла в рангах в ранжировании да в инвестиции а будет теперь играть просто полосами национальный урок потому что есть не дай бог университет пусть он там 105-е волну но у него будет низкий этот оценка по студентам все не видать его повышение возможности повышения оплаты и все а это самое дело и вообще он такой низкий вводится опять же это все из стимула стимул поднять качество образования повысить качество образования значит надо его как-то оценивать вот мы начинаем набирать вот про это я и сказала и теперь это станет новым главным в общем то в ранжировании преподавателей будет то есть скажем лондонская школа экономики она от студентов всегда получает очень плохие отменки а студенты жалуются бесконечно и вот когда этот выпуск который там входит не знаю в отзавку мировых он будет по рейтингу и по возможности поднимать оплату будет где-то внизу а какой-нибудь другой который получит золото за свое преподаватель что будет бронза серебро и золото и тот кто золото тот имеет право повышать цену на образование наверное это очень важно на сегодняшний день идти в этом направлении потому что наше государство требует от нас все время занижение цен я думаю что требует качество потому что это огромные расходы это то что сейчас происходит это большие деньги которые надо тратить чтобы получить спасибо огромное спасибо огромное завтра у нас будет еще встреча я думаю что вы там посмотрите а вторая форточка тоже вы ее посмотрите кстати кстати да спасибо огромное я субтитры спасибо и